Что это? Не догадываешься? Нет. Элайджа приподнял череп и слегка провернул его, отделяя от позвоночника. Девочка поморщилась, когда он пихнул череп ей в лицо. Не надо, скрикнула она. Мяу. Элайджа. Ну ты же сама спрашивала, что это? Она уставилась в пустые глазницы. Кошка. Он достал из рюкзака полиэтиленовый пакет и начал складывать туда кости. Что-то ты собираешься делать с этим скелетом? Это мой научный проект. От котенка до скелета за семь месяцев. Где ты взял кошку? Нашел. Ты нашел дохлую кошку? Он взглянул на нее. Голубые глаза улыбались. Но взгляд уже не напоминал о Тоне Кертисе. Этот взгляд пугал ее. Кто сказал, что она была дохлой? У нее вдруг сильно забилось сердце. Она попятилась. Знаешь, мне, пожалуй, пора домой. Зачем? Уроки. Мне надо делать уроки. Он легко вскочил на ноги. Улыбка исчезла, сменившись тайным предвкушением. Я... Увидимся в школе. Пробормотала Алиса, продолжая пятиться назад и оглядываясь по сторонам. Кругом был все тот же лес. Откуда они вышли? Куда теперь идти? Но мы ведь только пришли, Алиса. Он что-то держал в руке. Только когда он занес предмет над головой, девочка поняла, что это. Камень. От удара Алиса упала на колени. Она оказалась в грязи. В глазах почернела, руки и ноги онемели. Она не чувствовала боли, только тупое удивление от того, что он ударил ее. Она поползла куда-то, ничего не видя перед собой. Элайджа схватил ее за щиколотки и потащил назад. Волоча ее за ноги, он расцарапал ей лицо о землю. Она пыталась бракаться и кричать, но рот забился грязью и травой, а Элайджа все тянула ее к яме. Когда она почувствовала, что уже падает туда, девочка уцепилась за молодое деревце и за всех сил старалась удержаться. Отпусти, Алиса, сказал он. Вытащи меня, вытащи меня. Я же сказал, отпусти. Элайджа схватил камень и ударил ее по руке. Она закричала, ослабила хватку и тут же провалилась в яму, приземлившись на подстилку из листьев. Алиса, Алиса. Ошеломленная падением, она посмотрела вверх и увидела кусочек неба над головой. На его фоне выделялся силуэт Элайджа. Он заглядывал в яму. «Зачем ты это делаешь?» — схлипнула она. «Зачем?» «Лично против тебя я ничего не имею, я просто хочу посмотреть, сколько времени это займет. Котенка хватило семи месяцев. А сколько понадобится тебе?» «Ты не сможешь так поступить со мной?» «Прощай, Алиса». «Элайджа! Элайджа!» Доски закрыли дыру и свет померк.